Беременность – это особый, очень важный период в жизни женщины. Радость и восторг зачастую переплетаются с сомнениями и тревогами. Чтобы уменьшить стресс для себя и для ребенка, будущей маме следует ответственно подходить к любому выбору, начиная с того, что съесть на завтрак и заканчивая выбором роддома и врача. Во всем мире и в Латвии принята практика, когда физиологически нормальную беременность может вести и акушерка. И не обязательно каждый раз идти к врачу-гинекологу. Эта программа оплачивается государством, и будущей маме ничего не нужно платить. Встать на учет у гинеколога будущей маме следует до 16 недель беременности. А потом можно приступать и к выбору роддома и акушерки. В Венсполской больнице есть три акушерки, которые занимаются наблюдением беременности. В принципе, мы делаем все то, что и врач. Единственное, что мы не делаем – сонографию. Каждый месяц проходят приемы со всеми измерениями, направлениями на анализы. И если появляются подозрения на какие-то патологии, мы сразу же консультируемся с доктором Гурьяновым. Зачастую будущие мамы заключают договор со своей акушеркой, чтобы именно она присутствовала на родах. 40 недель – большой срок. Будущие мамы нас узнают, доверяют нам, поэтому и заключают зачастую договор. Тогда и нам тоже легче. Если я наблюдаю женщину долго, то все вижу, чувствую ее и знаю, чего ожидать от нее во время родов. Можно сказать, что все они для меня становятся практически дочерьми. И, конечно, появляется особый контакт. Когда беременность близится к завершению, вопрос о том, как будут проходить роды, становится особенно актуальным. В принципе, роды – это работа женщины во время родового процесса. Роженицы зачастую думают, что могут как-то повлиять на этот процесс, тужиться больше или еще как-то действовать. Но реально за эффективность родового процесса отвечают мускулы. Поэтому задача женщины – просто дать этим мускулам работать. Женщины порой не понимают, наоборот, напрягаются и зажимаются, что не дает процессу пройти быстрее, эффективнее и без осложнений. Поэтому во время родов следует пробовать различные методы, которые помогут женщине расслабиться. Роды в воде в последнее время становятся особенно популярными. За прошедший год в Венсплской больнице в воде родилось более 10 малышей. Также многие женщины используют ванну просто для расслабления во время схваток. Многие говорят, как же так? Ребенок рождается в воде, он же может захлебнуться. Но это не так. В животе ребенок все время в воде, там нет воздуха. Он рождается в воде и только когда его вынимают из ванны, он делает первый вдох. Чтобы расслабить роженицу или дать будущей маме немного отдохнуть, если процесс родов затянулся. Есть и другие методы. Спинальная анестезия и эпидуральное обезболивание – это процедуры, которые производят анестезиолог, вводя препарат. Спинно-мозгоканал чуть поглубже – это спинальная анестезия и чуть поверхностнее – это эпидуральная анестезия. При этой манипуляции иногда может быть повреждена твердая оболочка мозга, которая во время этой процедуры может вытекать ликвор, и поэтому возникают эти головные боли. Но это все абсолютно обратимое явление, то есть если девочка была, она потом заштопалась, и эти головные боли с временем пройдут. В принципе, считается, что около 3% спинальных анестезий могут вызывать головные боли. Некоторые женщины принимают решение о том, что будут рожать естественно и дома. Но преимущества родов в больнице под наблюдением медиков в случае, если вдруг что-то пойдет не так, неоспоримы. Конечно, осложнения могут быть при любом процессе, также при естественных родах. Все стопроцентно не рождаются здоровыми. Если какие-то небольшие проблемы, ребенка наблюдают какое-то время. Если серьезные проблемы, то за ним наблюдают в специальном отделении неонатологи. Еще более популярным становится присутствие на родах отца ребенка. Мартин Шалайла, приехавший рожать в Венсплс и Сталсе, с первых месяцев беременности уже решили, что будут вместе в этот чудесный ответственный момент. Жену надо поддерживать в любом случае. Так как мы оба родители, то мы приняли решение, что вместе будем во время родов. А мне очень понравились врачи, здесь сестрички, что приходят. Все очень милые. Мне хорошо, спокойно. Для семейных пар в Венсплском роддоме есть девять палат, где родители вместе могут проводить первые дни со своим малышом. Также есть и две палаты повышенного комфорта. Инесса, у которой в прошлом году родился третий ребенок, и не знала, что мамочкам с двумя детьми бесплатно полагается люкс-палата. Меня просто в такую палату поселили. Я была очень удивлена. Я думала, что у меня будет простая. В прошлый раз я была в простой палате. С 1991 года естественный прирост населения в Латвии остается отрицательным. Но в последние годы статистика показывает, что раздаемость увеличивается. В родильном отделении Венсплской больницы в 2014 году на свет появились 628 малышей. А в прошлом году был поставлен рекорд. 630 детей сделали свой первый вдох в Венсплсе. Диана Олегнович, Андрей Кулигин, Курзамское цельвидение.